Бусиного, микрорайон на севере Москвы, в составе района Западная Дегунина Северного административного округа, построен в 1980-х годах на месте одноименной деревни известной в XVI века. После административной реформы 1991 года был выделен муниципальный округ Бусиного, с 1995 годом получивший статус района и просуществовавший до 1997 года, когда его территория была включена в Западное Дегунино. Микрорайон ограничен тремя улицами Маршала Федоренко, Краснополянская и Бусиновская горка. Площадь, ограниченная вышеупомянутыми тремя улицами, составляет 0,4 квадратного километра, при этом периметр равен 2,4 километра. История, задокументированная история Бусиного начинается в XVI веке, тогда помимо современного названия село носило второе название – Кокорево от прозвище, которое носил один из представителей сильно разветвившегося рода Кобылиных, Андрей Борисович Кокорь, живший здесь в конце XV века и ставший родоначальником рода Кокоревых, позднее Бусиного переходит во владение рода Челядиных. В 1584 году в селе существовала деревянная церковь Сергия Чудотворца, разрушенная в смутное время. К 1623 году Бусиного практически исчезла. По описанию, село состояло из одного двора с одним крестьянином, однако уже в 1643 году была восстановлена разрушенная церковь Сергия Чудотворца. Население Бусиного по переписи 1646 года составляло 33 человека. В начале XVIII века взамен церкви Сергия Чудотворца строится церковь Сергия Радонежского, также деревянная. В 1704 году в Бусиного числилось 17 дворов. Во время Отечественной войны 1812 года село попало в зону французской оккупации. Известно, что в этот период от рук французских военных погибли два местных жителя. В 1852 году Бусиного входило в состав Назарьевской волости. Население села составляло уже 274 человека. В 1856-1859 годах в Бусинове было построено первое каменное здание – храм Сергия Радонежского по проекту инженера Груздина. Строительство велось главным образом на средства местного жителя Ивана Бусурина. С 1857 года при еще недостроенном храме начала работать церковно-приходская школа, но за недостатком средств была практически сразу закрыта. Ее работа возобновилась лишь с 1880 года. В 1881 году в ней учились 21 человек. По переписи 1869 года в селе проживали 302 человека, из них грамотных 42 мужчина и 9 женщин. По мере приближения к селу городской границы Москвы в Бусиново стали селиться дачники. Численность населения начала быстро увеличиваться. К 1930 году в селе имелись кооперативный магазин, клуб и библиотека. В 1936 году Бусиновская церковь закрывается и передается под промышленные нужды, а затем превращается в развалины. Великую Отечественную войну село не попало в зону оккупации. Ближе всего к линии фронта Бусинова оказалось 3 декабря 1941 года, за два дня до начала общего контрнаступления. В этот день 4-я танковая армия генерал-полковника Ильиха Геопнира захватила станцию Крюково, а позже мотоциклисты 62-го саперного батальона вышли к железнодорожному мосту через Химкинское водохранилище в полутора километрах от села. В 1960 году началась реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги, расположенной по северной границе Бусинова. В этом же году граница Москвы была проведена по МКАД и территория села вошла в состав Тимирязевского района Москвы. Тогда население Бусинова составляло 1200 человек. В течение более 10 лет Бусинова фактически оставалась селом в городской черте. Последние частные дома были снесены в 1973 году. В конце 1970-х годов начинается разработка проекта перепланировки Бусинова, а в начале 1980-х – массовая жилая застройка. В начале 1982 года были сданы в эксплуатацию первые жилые дома. 15 января получили свое название улица Бусиновская горка и маршала Федоренко, а также Краснополянская. 8 февраля 1982 года начинается строительство средней школы номер 674. Общественный транспорт в Бусиново заработал лишь 30 сентября 1982 года. Автобус номер 656 связал район со станцией Ховри на Октябрьской железной дороге. С апреля 1983 года после открытия моста через маневровые железнодорожные пути ТЭЦ-21 был запущен маршрут номер 673 до станции метро Речной вокзал Горьковска за Москворецкой линией. Осенью 1984 года к ним добавляются маршруты номер 200 и номер 271 марта 1991 года была открыта станция Петровско-Разумовская и Серпуховско-Темирязевской линии. И маршрут номер 656 был продлен до нее. В 1991 году был запущен построенный вдоль улицы Бусиновская горка Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат. 16 февраля 2009 года на БМПК произошла утечка аммиака из-за ошибки рабочего холодильно-компрессорного цеха, открывшего законсервированный аммиакопровод. В атмосферу вылилось около 10 литров аммиака. 12 сентября 1991 года в связи с административной реформой в столице Бусиного было выделено в отдельный муниципальный округ в составе Северного административного округа с границами по улицам Бусиновская горка. Маршала Федоренко и Краснополянской. 5 июля 1995 года муниципальный округ Бусиного реорганизован в район и 22 июля 1997 года вошел в состав района Западная Дегунина. В середине 1990-х годов в рамках реконструкции Московской кольцевой автодороги на ее 77-м километре была построена Бусиновская транспортная развязка с библиотечным проездом, который оттянул на улицы Дебенко и Зеленоградская, а также на прибрежный проезд значительную часть транспортного потока с Ленинградского и Дмитровского шоссе. 7 мая 2010 года после нескольких месяцев строительства в Бусиново был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В январе 2012 года мимо Бусиного прошла автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, произведена реконструкция Бусиновской транспортной развязки. Инфраструктура на территории Бусиного располагается образовательный комплекс школы номер 1125 имени Я.Н. Федоренко, возникший в результате объединения трех детских садиков и двух общеобразовательных школ. Детская музыкальная школа номер 105, библиотека номер 257, городская поликлиника номер 193, крупнейшие предприятия розничной торговли, супермаркет сети «Огни столицы». Имеется отделение Сбербанка России номер 7982, 015-18, всего в микрорайоне 12 жилых домов типовой жилой застройки серии П-44 и 1605-12. Транспорт, ближайшая к району станция метро, речной вокзал за Москворецкой линией. Район связан с неавтобусными маршрутами номер 200, номер 270, номер 673 и номер 799 автобус номер 656 курсирует между Бусиновым и станцией Петровско-Разумовская, Серпуховско-Темирязевской линии метро. Всего в Бусиново шесть остановок общественного транспорта, в том числе конечная станция Бусиного. По четырем из пяти маршрутов курсируют маршрутные такси. Планировалось продлить линию метро до станции метро Ховрина, что значительно улучшило бы транспортную ситуацию в районе. Решение об этом было принято в январе 2013 года городской градостроительно-земельной комиссией. Транспортная обстановка осложняется наличием лишь двух выездов из района. Западный, через библиотечный проезд МКАД, Восточный, через Ижорскую улицу, до конца 1990-х фактически действовало три выезда. До строительства стоянки на юго-восточной окраине района можно было проехать к Базовской улице по неасфальтированной Свирской улице. С 2005 года у западного выезда организовано круговое движение. От Бусиновской развязки начинается федеральная автомагистраль М11 Москва-Санкт-Петербург. Имеется туннельный пешеходный переход в район Ховрина через пути Октябрьской железной дороги. До начала 2000-х годов имелся переход с улицы Маршала Федоренко к улице Дыбенко по двум мостам через железнодорожные пути. В Бусиново около 600 автомобилей, примерно 20% из них немецких и российских марок, корейских, французских, японских и американских марок, примерно по 14%. Экология. Основной негативный экологический фактор в районе – наличие в непосредственной близости от жилой застройки крупных промышленных предприятий. Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат, трубозаготовительный комбинат, рыбный завод «Меридиан», хладокомбинат номер 15, ТЭЦ-21 и ТЭЦ-28, а также ряда мелких предприятий. В экологических рейтингах районов Москвы-Западная Дегунина, в состав которого входит Бусинова, характеризуется, как правило, как район с относительно благоприятной или напряженной экологической обстановкой. Отмечается частое превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода. 16 февраля 2009 года в 11 часов 45 минут в главном производственном корпусе Бусиновского мясокомбината произошла утечка до 10 литров хлада агента Р-717. В результате аварии пострадали 12 человек. Причина утечки – ошибочные действия оператора ЦХ, открывшего нерабочий трубопровод. Кроме того, экологическая обстановка осложняется близостью МКАД. В полутора километрах севернее Бусинова расположен Химкинский полигон ТБО площадью 20 гектаров, а также завод по переработке твердых бытовых отходов, закрыт летом 2012 года. Примечательные здания и сооружения. Недалеко от примыкания улицы Маршала Федоренко к улицам Бусиновская, Горка и Жорская расположен храм Сергия Радонежского в Бусиново, построенный в 1859 году и с начала 1990-х годов снова перешедший в разряд действующих известные жители. Александр Илагин – гвардии лейтенант, танковый снайпер, герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, дважды ордена Отечественной войны первой степени, ордена Красной Звезды, в 1941-1944 годах. Командир танка, в 1944-1945, командир САУ в 251-м гвардейском самоходном артиллерийском полку. Владимир Лысенко – летчик-испытатель 1 класса, пилот гражданской авиации 1 класса, мастер спорта международного класса. С 1981 года работал летчиком-испытателем КБ Антонова, погиб при испытании самолета Н-70 кавалер ордена за личное мужество.